всем привет у меня опять начинается утро с вареньем вот баночки вот таким образом я стерилизую и вот она следующая партия варенья варится это то что мы собирали в прошлом ролике вот сегодня я его варю она мне простояла ночь в сахаре не знаю мне кажется баночки 4 здесь будет но может 4 чуть не полная будет ой ребята это какой-то просто апогей жары на улице находиться невозможно такое ощущение как будто ты в бане и никуда от этого не спрятаться животным конечно сложнее всего мы хоть в дом можем зайти а серёжа сегодня еще ездил вон сено привозил надо вывозить пока вроде по прогнозу дождей нет но мало ли в такую жару там чуть солнечный удар не получил хорошо тебе сегодня в поле было вообще как тряпочка весь выжатый ужас конечно тяжело вообще в такую жару работать а завтра мы вместе поедем время то не ждет надо надо вывозить все очень много он накосил просто как-то два дня было более-менее свободных поехал накосила теперь вот помаленечку привозим терпите девочки терпите чуть-чуть осталось вы вдвоем остались неподвоенные только вчера вечером вишни в имя мазала их тёлкой а у нас их тёлка в сарае лежит так она расплавилась вся я выдавливаю а там водичка прям бежит вот так у нас тепло сегодня третий день как она в стадо ходит я хочу сказать что существенные изменения уже по вымене твердые участки начали размягчаться там где видать ну прям самый удар был гематома помаленьку рассасывается все-таки движение конечно помогает так дойка прошла сегодня нам надо еще покрутить и вам чай вот как раз этим занимаемся хорошо хоть не вручную наконец-то и взбить масло еще у меня по сливки стоят успеем все до ночи сделать как красиво получается а вот и маркерсона подходит какие красивые узоры уже следующий день и проходит он у нас как-то крайне неудачно с самого утра должны были поехать за сеном до жары не получилось задержались дома в итоге приехали уже в самое пекло пока подсобрали тут сено поднялся ветер теперь грузить его ветрище все раскидывает но это пол беды пока сережа подгонял прицеп он случайно наехал на виллу сломал черенок в двух местах в общем если день не задался с утра все так и идет все через одно место в итоге пошел срубил жердинку сделал черенок вот сейчас грузим прицеп кузов уже нагрузили хотели сегодня два рейса сделать уже наверное не получится потому что столько время потеряли ой ну вот так бывает тоже не очень удачно вот это шедевр вот это мы нагрузили ребят да еще с таким ветром да в такую жару уморились палки понатыкали вон веревкой обвязали чтоб побольше вошло ну пойди доедем теперь главное чтоб беспотеть сережа говорит еще можно было наложить сверху но ветер ветер мешает неудобно все приехали домой вроде без потерь нормально коровам хорошо в такую погоду будет на пастбище хотя бы ветром обзывает жару а не так что вообще вдохнуть нечего ох раздулся сносит с ног а на клумбе первый цветочек распустился бархатцы тоже здесь и циние посажены мы вчера тут только случайно увидели что у нас оказывается гектор потерял свою бирку ухи голые дырка только в ухе торчит и все а бирки нет ну теперь все уже неизвестно тут завалило ее везде надеюсь он ее не съел бирка тогда будет в комплекте внутри все сегодня уже лучше конечно к вечеру прям чувствуется как температура падать начала уже 38 не будет 40 ближайшее время по крайней мере будет просто 30 там 29 30 плюс-минус это уже хорошо еще и ветерок подул все и коровы себя лучше чувствуют и мы тоже сразу заходи 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 следующий день мы опять на покосе то есть следующий из-за прошлого сегодня полегче прям уже тучки как-то заволокли солнца такого нету ветерочек обдувает ну и прохладней стало стало гораздо да да вообще идеально ну и плюс мы сегодня с утра приехали как и планировали ничто нас не задержало вот пока удачно если бы не одно но у нас сегодня второй раз подряд возврат молока по антибиотику вот мы ходим и ругаемся собираем сено и ругаемся никогда такого не было и вот опять но причем получилось так что позавчера вернули молоко антибиотик нашли вчера нормально а сегодня опять возврат то есть два дня в трубу улетела вместе с молоком вот пускай это будет жестко ну вот правда вот неделю две-три не знаю месяц брать как кто попался с антибиотиком все лето не берем молоко у него вот второй раз попался вот следующий у него не берем молоко ну правда сколько можно сколько можно вот один раз в лето человек вылет молоко на помойку все лето будет выливать и в следующий раз он подумает уже прочитает инструкцию к лекарству в конце концов Сережа возмущен ну потому что действительно это очень обидно почему ты сдаешь нормальное хорошее молоко а в итоге ничего не получаешь ну реально смотришь за кормежкой смотришь за лекарствами смотришь за здоровьем коровы смотришь за белком за жирами стараешься все делать идеально хорошо и тут на ну как это возмущению нет предела да причем за прошлый год насколько я помню один раз всего был возврат молока что не оплатили и ну развозили по домам назад молоко а в этом году вот так вот просто считай практически два дня подряд люди конечно возмущены люди злые где ты там я тебя не вижу вот все ругаются ну мало приятного корову два раза в день подай все это перемой а у кого-то коров то поболее чем у нас вот такие дела все вокруг виноваты законы у нас плохие а как нас не наказывают вот как не наказывать законы и рублёк по-другому если человек не понимает просто знаешь это обидно блин но у нас тоже коровы все лето болеют вот все лето то срачка то болячка извините то одно то второе то третье вишня у нас тоже с антибиотиков не слазит блин все лето но мы же стараемся как-то берем лекарства подороже чтобы все это в молоко не выводилось морожие качественные да чтобы никого не подставлять следим за тем что мы сдаем ни разу у нас не было чтобы мы сдавали с антибиотиком молоко которые говорят что они бывают таких антибиотиков которые не выводятся там ну в молоко бывают бывают антибиотики которые выводятся с мочой ну мы ими и пользуемся всегда то что не выводится в молоко ой вот короче что поделать вот так сдаешь в общую бочку будь готов к тому что кто-нибудь да накосячит сижу на прицепе нагрузили опять будь здоров вот осталась у нас поляна еще на один раз на один заезд где-то так Сережа поехал ой вязали все также вокруг веревки колышки стропы сверху хорошо кататься высоко все видно если б не по трассе ехать я бы прям так и ехала сверху на этом вазу мягко хорошо только болтает сильно а так все ничего солнышко вышло сегодня мы нагрузили еще больше вообще максимально с этими колышками палками веревками конечно можно побольше накидать здесь у нас в догонах опять творится анархия полная все поперемешались потому что вчера в ночь гектор вероломно напал на соседнее государство вон уже Сережа убрал вообще этот пролет психанул ну что ты на нее прыгаешь она уже стильная оставь ее в покое все пытался починить что-то гвозди все какие-то дурацкие гнутся короче психанул вообще убрал этот пролет теперь у них общий загон ну потому что как бы мы уже не боимся что он там кого-то покроет не покроет и вот все они теперь здесь гуляют тем более плюшу мы решили что будем покрывать гектором она в ближайшее время придет в охоту потому что посидели так подумали что как-то нерационально будет ради одной коровы заправлять целый сосуд дюара ну просто это мало того что это невыгодно естественно вот столько мороки ладно когда мы там в течение двух месяцев нескольких коров осеменяем это конечно да а так как бы только ради плюши ну мы решили вот так пусть ее гектор покроет бычок тоже хороший хлюпает тут стоит водой все заборы переломал Сережа вчера его отругал так он вот встал в этот угол и стоял с таким виноватым видом мне аж его жалко стало вот все же понимают притих прям глаза опустил стоял косился на него смотрел понял что виноват дома вон какая копна еще сколько привезли еще сколько там осталось нифига ты накосил можно было в зиму на добрых две коровы накидать если б они у нас летом не ели как сумасшедшие кстати мне кажется мы с тобой это одни наверное кормим коров еще дома после пастбища ну мало того что у нас едят те которые дома стоят у нас еще коровки с пастбища приходят и лопают едят и едят и едят они у нас какие-то троглодиты ну зато и молоко дают и с утра нормально дают эх ты бессовестный ты зачем все границы сломал ворвался ишь ты на соседнюю территорию своей тебе мало уже время к вечеру загнали все в сарай с нами кстати гектор до сих пор живет с нами именно потому что вот мы хотим им плюшу покрыть так бы конечно он бы уже давно у нас уехал но пока пока держим пока кормим да уж гектор ты такой здоровый что этот сарай для тебя вообще ни о чем если б хотел тут бы щепки бы не осталось да это он вчера разыгрался потому что прохладней стало у него настроение поднялось он давай плясать бегать прыгать и вот свернул опять забор да малыш и маленький и маленький мальчик тебе бы себя поиграть а тебе не с кем да не с кем играть ах а там ухо еще кусается картошка зацвела у нас вот уже вроде жуков не видать пока Сережа решил все-таки починить этот пролет сегодня купили гвоздей новых нормальных вот у него оставались только старые гнилые какие-то вот он ни один не забивался а? ну дожились не говори ни одного гвоздя нового в доме не осталось пасмурно тучки натягивает ну как-то у нас по прогнозу дождя вообще не стоит а если честно хотелось бы уже после такой жары если честно сено дома поэтому плевать теперь пускают что хочет что хочет с неба пусть падает да сено привезли ну да и огород бы хорошо пролить тоже после такой жары конечно я ходила поливала вон у кого это помидорки нарастают у меня вот это черри пусты это красные должны быть помидоры что-то весь ствол перекосило вот это желтые ну еще маленькие пока совсем это я пересеивала огурцы вот один зашел но что-то по-моему ему вот этот рядом не даст вырасти он сейчас закроет его своей ботвой надо это подвязывать уже наверное поднимать их чтоб не мешались вчера горох уже ела уже много спелого можно прям подъедать хорошо все починили закрыли границу не будешь больше ломать директор конечно буду скажи да что ты что попало говоришь так мы опять приехали за чаем теперь уже с мешком спустились пониже где его побольше все это наверное последний раз я думаю сейчас наберем уже побольше количество все чаю набрали теперь подниматься в гору это то еще удовольствие конечно потому что он находится в самом низу как в овражке спускаться надо а вот подниматься вверх а вот подниматься вверх к дороге оооо я уже что то отвыкла все добрались кстати у нас вчера все таки вечером прошел дождик не такой чтобы прям ого-го но все равно пыль прибила огород полила хорошо поливать не надо ну и сразу прохладно стало сегодня прохладненько все отдыхаем от жары в общем и мы и коровы так с чаем покончено теперь мы приступаем к сбору травок нам надо набрать душицы вот она растет поляночка тибреца ну и может быть зверобоя немножко вот душицу чебурец а ну в принципе и зверобой мы тоже в чай добавляем запах вообще обалденный такая сборная солянка получается иван-чай с травками да? очень шикарно так душицы мы набрали а зверобоям что-то беда в этом году не зверобойный год наверное вот проехались по тем местам где обычно собирали там нету ну может где-то и есть но некогда нам сильно кататься ладно без него обойдемся чебурец сейчас еще пособираем но это уже ближе к дому когда поедем тоже не здесь вот и ягодку еще хочу тоже посмотреть если наберу немножко на заморозку там уже что осталось уже отходит ягода прям и все наверное на сегодня вот здесь есть ягодка на этой полянке довольно неплохая ну сейчас пособираю взяла тоже ведерочка может что-то и наберу да смотрите уже прям переспевшая ну такая прям спелая-спелая краснючая еще немного и все не будет ягодки засохнет все так настало время чебреца вот он сейчас тоже пакетик соберем какое интересное растение вот вот такая же типа зайчьей капусты что-то похоже где-то еще видела вон она торчит вот она смешная чебрец в этом году тоже какой-то не особо он низкий он совсем малюсенький чуть-чуть вырос и все и цветет вот в общем по травкам в этом году не очень ну ничего мы собираем нам много не надо решили сегодня чебреца много не набирать он будет еще чуть ли не до сентября цвести вот успеем еще может подрастет пока только-только начнем вот на таких два пакетика насобирала я сегодня ягоды перебрала уже грамм по 200 в каждом пакетике все сейчас кину в заморозку ночью зимой хорошо достал можно в пирог какой-нибудь можно просто так съесть не особо то они и разваливаются после заморозки вчера вечером после дойки у нас произошел очень интересный инцидент такой выгоняем мы значит всех в загон все отдаились ладушка лежала встала пошла а под ней на полу внизу маленькая лужица молока мы офигели вот это поворот подумали мы у лады сейчас четвертый месяц стельности вымечка выглядит у нее вот так у нее там дополнительные соски еще есть вот она уже у нее как бы отщелкнулась нормальная вымечка вполне себе неплохое я сильно туда не лезу да да ой ничего ничего не делаю не бойся что-то испугалась просто смотрю да вот так вот выглядит вымя вроде с ней все в порядке не сказала бы что что-то тут странное и по размеру в принципе нормальное оно вот наблюдаем теперь ну больше мы не замечали такого чтобы прямо из какого-то со скатом молоко сочилось или что просто очень удивительно ранний месяц еще было бы дело котелу ближе это было бы как-то понятно там восьмой месяц например ну седьмой в крайнем случае но четвертый если у кого-то была такая ситуация напишите интересно чем закончилась ну чувствует она себя прекрасно ничего у нее нигде не болит не выглядит ни с какой стороны вымя там каким-то опухшим или чтобы какое-то покраснение было или отличалась там доля какая-то увеличенная нет обычная вымечка для нетеля уже прошла утренняя дойка коровы собираются в стадо у нас мелькает все по дойкам утро вечер вечер утро дойка 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 да златка вишни со златой такие подружки это вообще их разлучать нельзя они постоянно вместе вот во всем нашем стадии это вот единственные две особи которые очень сильно дружат остальные у нас как-то так просто в общем коллективе а эти прям отдельно вдвоем сегодня двадцатый день как я мажу вымя вишни представляете двадцатый день уже идет конечно у нее значительные улучшения размягчаться стало вымя твердые участки все мягче и мягче но их там несколько твердых таких участок где чувствуются шишки вот молоко восстановилось то есть молоко идет нормальное уже так что думаю все будет хорошо с ее выменем удой конечно она сбросила она уже я думаю и не вернется на тот который был до всей этой ситуации ну я уже смирилась все уже вышло как вышло все как все какие то подранные они у нас побитые ой бедные коровки Сережа сегодня с утра очень злой потому что в 3 часа ночи на его телефон пришла смска от МЧС мы все проснулись телефон громкий ну звук он не отключает потому что такого никогда не было да и все и он больше не уснул ну вот сейчас пойдет спать у меня последний услуг указано что в 3 часа смс можно приходить от МЧС да мне плевать хоть ядерный взрыв пускай там будет да да ну конечно блин неприятно что за дела вообще как то они раньше высылали всегда в дневное время а тут ночью здрасте вот 3 часа ночи мне прям очень интересно блин будет завтра дождь или нет да милочка все идемте Герда ты опять спряталась не пойдешь вечно в угол забьется ты че не хочешь да дома хочешь остаться Герда пойдем в стадо ай да ай да ай да что вы встали все застряли здесь идите погуляйте рядом пока стада нету Герда проходи на этом на сегодня все пойду стряпать хлеб Сережа сейчас дождется стада проводит коров пишите комментарии увидимся с вами в следующих видео всем пока 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 на сегодняшний день